Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Коммунальные платежи хотят освободить от комиссионных при оплате через банк Присвоить им особый социальный статус предложили в Комитете Совета Федерации по экономической политике Россияне платят комиссию при оплате услуг ЖКХ через отделение банков, платежные системы и почтовые отделения 10 лет назад ее размер не превышал 1%, но сегодня некоторые банки берут с граждан до 7% от суммы платежа При этом значительная часть жителей страны, в основном люди пожилые, не может оплачивать коммуналку дистанционно Через личный кабинет на сайте банка или приложение в смартфоне, где комиссия не взимается Зампредкомитета по экономической политике Виктор Рогоцкий намерен добиться включения понятия социальные платежи В новый законопроект о единых информационных расчетных центрах Главная цель разрабатываемого документа – дать возможность гражданам напрямую рассчитываться с поставщиками коммунальных ресурсов Дайджест недвижимости Аварийного жилья в России будет ежегодно становиться на 5% больше Такой прогноз сделал заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин По мнению эксперта, рост будет продолжаться в течение многих лет Программа расселения граждан из аварийного жилья работает в России с 2008 года Благодаря ей должны быть расселены 11 миллионов квадратов жилья Несмотря на то, что в сентябре этого года программа должна завершиться Нерасселенными остаются порядка 3 миллионов квадратных метров В число 18 регионов, где с расселением есть очевидные проблемы, входит и Кировская область Полностью расселение завершено лишь в 14 регионах страны В том числе в Москве и Петербурге На этом все, в студии работала Анна Лапшина Дайджест недвижимости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok